смотрите хотел еще опять про пылеса пропускаем вот это так получилось сосед поработал ведь окраска моя почему там даже свое время даже не закрасил просто не заботать я уже поленился после него не закрасил они все были вот так и единственное что у него хватило ума не отрезать заподлицо ему нравилось дерево калечить на дрова пускал видимо на дрова как она что ли но мне он для чего нужен этот я фото это вот моя беседка вот видите и получается что получается что по неволе получился учебный снимок посмотрите морозобоя нет естественно никогда не это не берился само собой я уже шестой год здесь хозяин чего а дерево моё то есть он бы она была куплена два было куплено одно было подарено вот тут три абрикоса один из них вот это весной я спирился таки дошел до ручки вот они так были и обрезаны видите но я хочу сказать что когда здесь нет вот этих страшных ран на кольцо то дерево все-таки морозобоя не так покрывается это просто как бы лишняя гирька а вот это вот смотрите сделайте это с молодыми деревья вы скажете на хрена вот это он сделал он еще молодое может быть когда-то вот так начиналось и тут а у нее же нельзя вот этой дамы вот это получилось а теперь помогите мне обращаются к этим сообществу вот от почему нет верхней части дерева потому что оно все искалечено я сейчас вижу вот я вижу рано вот здесь вот евро на рано видите тут и даже быть маленькие веточки они все убирают это вот нас учила это фея до высоты головы каждую веточку а их там десятки даже не ведусь что творят вот получается такая история и что я это должен сказать похвалить его а а представил советник русичек агроном и давай калече деревья а то есть прям с этого с фильма показал но разве можно было это дело боится что влево растет вверх на отрежьте в эту центральную ветку то ну как после это страшно рано сюда попадет мороз страшнейший здесь сколько движение нарушил как вот эту ветку выкармливать а эти еще предстоит 20-30 лет жить и стать большой большой огромной веткой центральная ветка центральным проводником зачем ты это сделать и без всякого ума просто вот ему кажется что наличие бог не знал миллионы десятки и сотни миллионов лет развивалась деревья пока стали совершенными все что не то погибала где-то своему мишкам против бога то а вот это я отрезал это было в этом году смотрите 20 мая вот она моя зеленая краска вот я отрезал только потому что дети страшные ветки на уровне лица у детей тысячи иголок невероятной остроты такие же острые как швейные нисколько не уступает по статье вот вдыхал вдыхал мы тот они играют бесятся потому что вот это вот смотрите вот он бассейн вот это самое видите и вот здесь вот вот рядом с ним пяти метрах от него вот это дерево вот это вот я ничего не преувеличив пяти метра это самая ряда сад это та самая груша которая самая дикая в мире красосами иголками уссурийская да я был вынужден отрезать но я не стал калече дерево здесь если ты лишь рано гораздо больше страшная рано после этого какие отрезал раз два три четыре ту четыре ветки отрезал она устремилась вверх но ничего падают немножко разбивается эти будут падать еще больше к эти самые плоды но мне все равно на семечки они идут есть невозможно и посмотрите как она сразу ожила то есть это отрезали веток не было но они все равно живая это получается минимальный ущерб если иголок не будет значит поживите иголки будут опять отрезать глаза детей это сам натыкался лысина расцарапана тут уже единственный случай но я показываю для того чтобы сказать если я совершил такое преступление то хотя бы наполовину я оставил жить оставил вот эти вот самые ветки а вот это вот сразу забор на саду вот этот участок мы приглядели с вами он вроде бы продавался но не продался вот это все я садил вспоминайте вот я со своего сада вот тут поднял выше сетки рабицы вот беру геологов вот и вот это собственно руками посажено дерево со фотографии вот скажите на милость и если бы я был болтыном да но у тебя действительно ничего не делал мне не обрезал покажите мне лишние ветки плодоносит все даже самый нижний так у самой земли все как есть она привитая яблоко и будет себя расти и развиваться очень много этих самых плодов на концах веток прямо на самый кончик зачем ее калечить помните как эти ольга с натальей одна сказала режьте нижние ветки а вторая сказала да она права вот разве может так а теперь откуда ноги растут потому что вас учили вот это 19 век это классика видите что творят видите и вот уже смотрите это дикарь еще дикарь это уже привитый дикарь уже культурное дерево и вот сейчас но ставьте его в покое рисунок 241 вот это мы с вами проходили а теперь вот это прививка давшая побег с боковыми растениями прививка вот она прививка ну естественно почка естественно рано страшно но уже бог с ним и такие иногда плодоносит внимание тот же однолеток 241 будет лица но тот же однолеток обрезанную весной сочи что делать было них почему они ненавидят вот такие вот деревья чем они помешал а деревья которые вот так вот обрезать лезут вверх 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 а потом рога на ветер их колечить так сколько миллион 20 минут осталось и могу я успокоить а значит такое это продолжение того самого это я вставлял свои замечания до того ты оставлял свои замечания вот нет или это к другому она разорвана я просто вставлял собрал забыл что еще не все было вот они те же самые манилиальный ожог бактериоз вот это и как раз не причина и следствие спасибо и равно артуре посоветует так все ладно проехали знать что это друзья мои еще это следующее есть фотография опять караул помогите и по этой фотографии где больше нет ничего все это команда с умнейшим видом рассказывает что листья поникли нет жары но я уже устал критиковать опрыскивание комплекса вы думаете после опрыскивания вот это восстановится боже мой ведь неизвестно ничего про него еще и препараты давайте берите покупать что я пишу там я вспомнил это было другая уже вот так вот паникли листья поникли листики как песни поется и давай его это опять гадать что я написал мы ничего не знаем как можно давать советы какие хрен препарат стимул что денег девать некуда мы ничего не знаем вот кроме вот этих поникли листья ничего что я пишу первое купили коллег или саженец заглубили корневую шейку вот и там было значит что там было слово отливание то есть все как начали за это дохнуть и когда отливает до гневая до конца вот это вот так вот назвал написать уважаемые это вы купили коллег покажите что купили заглубили корневую шейку попробуйте раскопать вот так вот так а потом поговорим вот видите как это совершенно здоровая деревья мои груши тут перед ним растет 5 моих абрикос чистейших которая это мне с этой стороны забора и с его стороны в госсарасе ему 5 подарил он тут же посадил пяти метров от моих чистейший нет компетом башку а вы знаете какие люди есть почти почему их невозможно перестроить я ему говорю ты это сама разговор зашел как маска как прививка чтобы ее маску одел чтобы и водил маску понимать его человек вот такой характер я не стал убеждать для него это величайшая глупость именно глупость то есть никогда и не один и вот так и тут сколько ему говорили не говорили что не надо опрыскивать не надо это бесполезно почему битом него еще раньше был а вот если бы школьникам ему внушили он бы тогда наоборот бы и не подходил бы где не тратил бы деньги не тратил бы силы кому-то ему заняться нечем работящий мужик